Сегодня я хочу представить вам одну интересную даму, которая много лет занималась изучением наследия Джордана Бруна. Все-таки вот у нас подбираются такие люди, которые действительно, ну вот со всех точек зрения, очень необычные. Сейчас вы увидите ее натальную карту, это вот из разряда гороскопов Вронского. Это люди, у которых такие двенадцатые дома, с которыми как выжить, большой вопрос. Потому что чем двенадцатый дом насыщеннее, тем жить страшнее. И как раз эзотерика в этом случае очень помогает. Имя, это не наша с вами современница, она из девятнадцатого века. Имя этой исследовательницы, Фрэнсис, это англичанка, британка, Фрэнсис, Амелия, ну а фамилия труднопроизносимая. Там две буквы и краткая, вот ее натальная карта. Фрэнсис, ужас, я шрифт переключил, потому что наш крупный шрифт, все планеты, да, не помещаются. Фрэнсис Амелия Ейц, ну если как произнести эту фамилию, и краткая Е, и краткая ТС. Фрэнсис Амелия Ейц, культуролог, исследователь эзотерики и многолетний исследователь творчества Джордана Бруно. Она сумела донести до нас очень много ценной информации. Сейчас мы ее саму рассчитаем, а пока что я вам просто хотел показать, вот какие человечища рождаются. Вы посмотрите, сколько синие краски ушло бы, если бы мы печатали гороскоп Фрэнсиса Амелии. Вот эта куча оппозиций превращается в один толстый синий шланг. Ну, я думаю, что, коллеги, это похлеще даже, чем у Вромского. На узкой площадке, ведь 12-й дом маленький, узенький, а на узкой площадке влезло, бог знает сколько всего, не жизнь, а каторга. Это называется, но она это нейтрализовала через увлечение эзотерикой. Потому что сегодня меня, мы сейчас изучали темницу, и меня усиленно спрашивали на занятии, как избежать этих показателей. Я им объяснял, изучать астрологию. И те, кто спрашивал, те в итоге на мастер-классы не остались. Направились прямиком в 12-й дом. Поэтому, когда человек изучает эзотерику, то погружается, то вот эти вот вещи, они как бы растворяются, они нейтрализовываются. А вообще в ее жизни была трагедия, она очень любила брата, и так случилось, что ее брат, она родилась в 1899 году, а брат был старший, и ее брат погиб во время Первой мировой войны. Ну, он воевал и погиб во время Первой мировой войны, и это, в общем, стало для нее, у нее тут Антарис, Альдебаран, Антарис, ну, все как надо. И вот эта гибель брата, она чуть не сошла с ума на вот такой 12-й дом, но справилась благодаря своему увлечению. А одна из ее целей была, это детально расшифровать знания Джордана Бруна. Давайте ее рассчитаем, потому что она, когда брат погиб, она, ну, сколько ей было, я точно не знаю, ну, 1915 год, да, он погиб, ну, когда шла Первая мировая. Ей было лет 16, ну, что-то такое, она была юной девушкой тогда, и она так любила брата, и он погиб, и для нее весь свет в окошке померк, а у нее же такой дикий 12-й дом, и она чуть не сошла с ума. Но вот увлечение эзотерикой, вот такого я еще, честно скажу, ни у кого не видел, это вообще невероятно вот так родиться, но увлечение эзотерикой и Джордана Бруна ее спасло. Итак, и она прожила долгую жизнь, она стала почетным, получила орден от Британской Академии Наук, дожила до преклонных лет, она стала профессором и дожила до 80-ти, что-то там такое, ну, то есть, как бы прожила очень плодотворную, активную жизнь. Почему? Она увлекалась искусством памяти, а Бруна утверждал, что искусство памяти формирует долголетие. Когда его сжигали в Риме на площади цветов, ему было 52 года. 52 года это немало и сейчас, а в те века, когда он жил, ну, вот есть иллюзия, что Бруна сожгли молодым, так всегда лекторы, пропагандисты. Ну, такая иллюзия, что юношу сожгли, а юноше было на шестом десятке, что для шестнадцатого века, как сегодняшние вполне девяносто, пятьдесят два. Ну, тогда люди мало жили. А почему вот это какое-то ощущение, что его сожгли молодым? А потому что он выглядел как юноша в свои пятьдесят два года, Джордана Бруна. А выглядел он как юноша, потому что увлекался мнемоникой. Мнемоника перестраивает работу мозга и процессы старения у тех, кто ходит на мастер-класс, резко замедляются. Поэтому берем пример с Джордана Бруна. Его не сожгли молодым, как это всем казалось. Пятьдесят два года это и сегодня немолодой, а несколько веков тому назад это вообще старый человек. Даже пожилой по тем меркам. Жили до Сатурна большинство и дальше не жили. Вот. А она, ну, она, конечно, ближе к нам по времени. Вот. И она прожила очень долгую плодотворную жизнь. И даже, кстати, ее книга, ее книги о Бруна переведены на многие языки. И в частности, ее книга издавалась и на русском языке. Фрэнсис Амелия Йейтс, Джордана Бруна и Герметическая традиция. То есть, как бы, это, она широко известный, ну, кто интересуется этой темой, она известный автор. Давайте рассчитаем саму Фрэнсис и посмотрим, как она на этом герметическом круге, в какое положение попадала она. Солнце в 25-й декаде. Мы просто так никогда с вами еще не считали. Именно по декадам. Это вот именно в практике у Джордана Бруна. Луна. Да, 20-я. Плюс 20. Вот так мы складываем номера декад по 7 старинным планетам. Без лунных узлов, без колеса фортуны, без других планет. 27-я декада, Меркурий 21 стрельца. Мы получили, это мы сложили номера декад, в которых находятся планеты от Солнца до Сатурна. Старинные планеты. Вы получаете некое число, большое или маленькое, неважно, и дальше из него вычитаете по 30 столько раз, чтобы... Надо вычитать 30... 36 остается. А? 6. Сколько останется? 26. Останется в итоге вот так по 30 отнимать, отнимать, отнимать. И останется 26. Вот с этим числом... Это я все в тот раз рассказывал. Мы работаем в двух направлениях. Во-первых, мы с этим числом можем работать, чтобы брать круг по кругу. И по кругу с этим числом мы работаем так. Мы находим отправную точку. Бог это номер один. Различие это номер два. И вот так по часовой стрелке от Бога ты проходишь все понятия. И может быть, несколько раз ты пройдешь все понятия. И вот где будет номер 26? Если Бог номер один. Сколько у нас Бог номер один? И если пройти весь круг, то какой следующий номер будет? 16. 16. Правильно? 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Ее ключевое понятие действие. Ее ключевое понятие действие. 21. 21. 21. 22. 23. 31. 26. 23. 24. 54. 24. 5000. 27. 25. А прогноз по транзитам для нее всегда будет идти от слова «действие». То есть теперь для нее будет номер один не Бог, а номер один для нее будет «действие». И на любую дату мы можем посчитать положение планет транзитных вот точно так же. И отсчитывать это уже не от Бога в ее случае, а от ее значения, а от действия по часовой стрелке. И, например, если получится раз, два, три, четыре, пятый день, который самый худший день – это небытие. Он перед Богом, ну как, типа, двенадцатый дом перед первым домом – небытие. Для каждого из нас вот это небытие, оно будет по разным номерам, считая от нашего дня рождения. Вот это первая система, ну а также двадцать шесть еще, как можно использовать. Мы отнимаем несколько раз по двенадцать, чтобы получить указание на дом гороскопа. У нее получается второй дом. Ну потому что из двадцати шести можно вычесть двенадцать и еще раз двенадцать, и получится второй дом. Второй дом, то есть это значит, что перед ней стояла еще задача в жизни каким-то образом, ну, финансово себя поддерживать. Ну, ей особо об этой стороне жизни заботиться было не надо, потому что у нее отец в свое время, у Фрэнсис Йейтс, был богатым корабелом. То есть ее отец занимался кораблестроительным бизнесом, ну и, соответственно, брат погиб, и все достояние родителей досталось ей. Ну, то есть, как бы второй дом был прикрыт, поэтому ей об этом можно было не заботиться. Плюс у нее еще Плутон ветроградный на Южном, она понимала, что бизнесом ей лучше не заниматься, и поэтому она ушла в чистую науку. Продолжение следует...